И, конечно, ветераны Великой Отечественной войны уже не в том возрасте, чтобы прийти сюда к вам в класс и с вами пообщаться, как-то поделиться опытом, рассказать что-то. Поэтому сегодня мы для вас организовали встречу с ветераном Первой Чеченской войны, который сейчас является главным редактором информагентства «Уралбизнес-консалтинг» Дмитрием Васильевым. Войну закончил в звании сержанта. Значит, у меня такой вопрос к вам. Смотрите фильмы по комиксам. Марвеловский DC-комикс, да? Ну, кого любимый супергерой есть? Ну, говоришь, да. Чёрная там, блядь. Отлично. Чёрная там, блядь. Отлично. Чёрная там. Кому-то, наверное, Железный человек нравится, да? Кому-то, по-кому-то, может быть, отрицательный герой какой-то, но суть не в этом, ребят. Скажите мне одну простую вещь. Вот они все из себя там красивые и непобедимые. Насчёт чего? Кустил? Ну, вопрос. Нет там. Вот, давайте берём конкретно. Человек-паук. Из-за чего он весит себя такой крутой? Потому что у него верят, он сил. Но есть верхняя способность. Ему там какой-то паук кусил. Так? Вот. Я вам покажу одну фотографию. Вернее, две. Я вообще её поведал. Наверное. Кто-нибудь вот это знает? Человек? Давайте поведём. Тут памятник ему и его фотография. У этого человека сверхспособностей не было. Это генерал Карбышев. В 1941 году он попал в окружение, был контужен и взят в плен фашистами. Его посадили в концлагерь. И нацистское руководство пыталось его всё время склонить к сотрудничеству. Сказать, что давай переходи на нашу сторону, и всё будет у тебя хорошо. Ну, вот человек сказал, а дальше я свою родину предавать не буду. В концлагере он провёл в общей сложности больше четырёх лет. В разных концлагерях. В конце концов, когда его уговаривать немцам надоело, ну, нацистам становится, они его вместе с ещё группой заключённых выгнали на мороз, начали обливать холодную воду, пока они все не умерли. Кто отравливает сердце, то ещё от чего-то. Но факт то, что это люди были, которые четыре года не доедали, четыре года на нём измывались, спали они непонятно где, полная антисанитария и так далее, но они не предали своих идеалов. Вот этот человек для меня, лично для меня супер-берег. И никаких способностей у него не было. Кроме того, что он любил свою родину. У него была цитата. Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов лагеря Мерсовым. Вот такой это был человек. Потом в концлагере, где он погиб, вот ему поставили такой памятник. Виде человека, который из ледяноглубей. Вот там, придём, чтобы передавать. Теперь у меня, по-моему, вопрос. Стоило четыре года значения не линия? То есть антиподом Карбышева был такой генерал Гласов. Хочет, кто-то попал в окружение. И сдался в плену. Сам. После этого сотрудничал социстами. После того, как война закончилась, Советский Союз ее выиграл. Наши союзники, которому, в конце концов, попал после разгрома Мерс, выдали его нашим. Его повесили. Как предатель орудия. То есть все эти годы, пока Карбыш один из многих людей, которые сидели в том слагерях, голодал, страдал и так далее, и тому подобное. Он сотрудничал с немцами. Ни в чем себе не отказывал. Пойдем в нацистскую форму. Собирал русскую, так называемую, освободительную камеру, чтобы вместе с немцами захватить нашу сторону. Как-то вот так. Ну, хорошо. Это взрослый человек был генерал, сложившийся, как говорится, у него определенный идеолог в голове. Мы сейчас за идеологи говорить не будем. Это разговор абсолютно другой. Хотя он имеет непосредственное отношение к гнезащитному катечеству. Я вам покажу еще одну фотографию. Эдзин Партнол. Девочки был 18 лет когда-нибудь пришли. Вот какие слайды в моей школе, где я учился. У меня давно было, понятно дело. Они висели по стенам. Это были пионеры-герои. То есть их было много. Мальчиков, девочек, которые в возрасте 17-14 лет совершали свои подвиги. То есть они тоже защищали свои стороны. Что сделала Зина? Зина была на оккупированной территории. Она устроилась в столовую, где немцы обедали. Нарцисты. Вошла в доверие повар и в конце концов отравила еду. Сто нацистов умерли. Потом было расследование. Понятное дело, что она попала под подозрение. Ее арестовали. Леночки пытать. На одном из допросов она сделала дерзкую абсолютную вещь. Офицер гестапо по неосторожности пистолет оставил на столе. Она его схватила и его убила. Убила еще одного. И сбежала. Но в силу того, что она была после пыток, далеко и, конечно, убежать не пришлось. Ее поймали и после того, что в казни еще раз повторяю, 17 лет. 17. Когда меня призвали в армию, мне было 19. Уже не было советского союза. Уже не было Россия современная. И уже в разгаре была первая сеченская война. Я просто вам рассказываю, как есть. В стране был бардак. Те, у кого были деньги, просто-напросто отмазывали своих сыновей от того, чтобы идти в армию, потому что их могли послать именно в Чечню. Я посчитал, что мне будет как-то некомфортно. Почему остальные ребята, у которых бедные семьи? У меня нормально было семья. Не бедная, не богатая, нормально. У меня родители инженеры оба были. Я пошел служить. Служу, прям, скажу, а не сахар. Потом была командировка в Чечне. Двоих своих товарищей не засчитался, к сожалению. Здесь одна фотка выразительная, мне она понравилась. Он, собственно, берет первую чеченскую, ребят в аптеках выглядели. Средний солдат обычный. Обычные пацаны. По 18, по 19 лет. При этом обеспечение в армии было не так, как сейчас. У них не было реформы, которые вы видите по телевизору. Новейшее оружие. Все средства защиты. Вот мы вот какими-то пацанами ходили. Там баня была один раз месяц, поэтому антисанитария была полная. Я вот лично до сих пор не могу допустить собственные вещи на голоде носить. Знаете, почему? Мне кажется, что помнивший ползает. Смех-смехом. Вот так оно и было. Так получилось, что в 96-м году, когда ситуация в Чечне была переломлена нашими войсками, а против кого, кстати, мы воевали, кто не знает? Против Чечне. Против Чечне. Против Чечне. Против Чечне. Понимаешь, какая штука? Они тоже будут граждане нашей страны, но хотели отделиться одним. Да, все правильно. Это было не только Чеченская республика. Но война была развернула не поэтому. Абсолютно. В Чечне под видом так называемой независимости скопилось определенное количество людей, которые исповедовали бахабизм. Это крайняя степень слона. Экстремистская степень. И они объявили войну неверно. То есть любому другому кто не исповедует, грубо говоря, их ценность. Для этого что они делали? С первой. С чего началась война? Она началась с того, что русских людей, не только русских, там этнические, скажем так, были белорусы, татары, еще много национальностей. И просто начали выживать из Чечни. Как выживать? Вырезали семьями, расстреливали, угоняли в рабство. То есть это был галимый бандитизм. О какой независимости можно говорить? Это было независимое бандитское государство фактически. То, что одним не удалось заговориться с другими на высшем уровне, скажем так. Это другой вопрос. Факт, то, что под боком в Российской Федерации, в России образовалась вот эта бандитская кубло. до 96-го года мы пытались с ним бороться и ситуация была практически переломлена. Там была такая операция в Дихар, это когда боевики захорутили Грозный. После этого была зачистка, очень серьезная зачистка. быстрей по Грозным участвовал в ней. Такой человек как Ифенкиев, есть у него фамилия, потом найдите в интернете почитайте, у него прозвище блогерла. это был может это герой. Там мастер просто на пустыне военный с большой буквой В. Но ему героя не дали. Не стал героем Российской Федерации. Уже непонятно по каким причинам. То есть у него там ордена медали он Афганистан прошел. Но в 96-м году было подписано так называемое Хасаюжское соглашение, по которому федеральные войска оттуда выходили. И собственно говоря потом когда у нас вывели через год я демобилизовался уже был здесь. По факту получилось так вот независимая Россия вот независимая Чечня граница был взрыв жилого дома в Москве погибло очень много народа это был теракт был взрыв жилого дома в Волгодонске огромное количество людей было еще много всего это все делали те люди которые образовывают независимую Ичкерию как они называют то есть бандиты они не умеют сеять пшеницу изготавливают машины максимум до чего у них доходило производство это они качали нефть потому что чечня это нефтяносный район и делали паленый бензин и все за два года за два года они не сделали ничего для того чтобы поднять свое маленькое гордое государство мало того там завелись арабы прочие прихвостни которые живут этим терроризмом которые получают от этого деньги и что опять мы опять бандитское кубло на наших границах и что они делают мы же вендарь независимость от границы ставите они во первых лет по нашу территорию и устраивают теракт а во вторых в девяносто девятом году они перешли границу с Дагестаном Дагестан был состав и сейчас есть в составе Российской Федерации они перешли и сказали мы сейчас будем у вас всех резать я утерирую конечно много чего они склоняли людей к своей сторону потому что дагестанцы они тоже мусульмане но там получилась такая ситуация что местные жители сказали нам это не надо в силу того что недавно прошла война у каждого грубо говоря под кровать лежал сам от Калашникова там собралось ополчение и дали ему а потом пришли федеральные силы с опозданием и так далее там грехов много было в этих обеих войн так вот в августе 99 вот отличился вот такой мальчишка 19 лет то есть это вот ну фактически это я был его чуть постарше наверное этот танкист зовут его Женя Капустин я зачитаю я зачитаю просто мемуары генерала Трошева который командовал вновь войсками как раз 99 был штурм сел Карамахи Чабанов в Буйнакском районе Женя нанес большой урон боевикам огнем орудия своего танка во время одного из боев Капустин заметил что он бежал более 10 боевиков и точное попадание в окно уничтожил в январе 2000 года его танк был подбит во время уличных боев гроза сам допустим был ранен с повреждением позвоночника однако поле не покинул отправил уцеливший уцелившего члены экипажа за помощь и остался один в танке и продолжал ввести огонь по противнику после подхода подкопрения Капустин эвакуировали к чему я это Геннадий Трошев генерал команды он дважды представлял Капустина звание Героя Российской Федерации только в 2000 году его наградили не всегда награду находит героя но воюет не за наград защищает родину не за этого ну меня тоже ни одной у меня есть крест участник боевых действий значок в большом счете ну и что и боксинг я его даже не нашу не это главное если вы осознаете что своим поступком вы можете сделать пользу для своей страны для своего народа это и есть настоящий героизм и он не обязательно должен выражаться вот в каких-то вещах которые перечислил вот это магия он умер 11 лет назад он участник великой отечественной войны заставлен ее правда немного но тем не менее он служил в войсках НКВД и фактически после то есть он в 44-м году был призван в 45-м когда закончилась война он был отправлен на Украину где в составе войска НКВД зачищал бандитское подполье националистов люди которые сейчас по Киеву ходят и зигуют примерно такие же которые с властонами там с циризубами и так далее и тому подобное его наградили орденом Великой Отечественной войны потом он демобилизовался и вернулся домой а домой он вернулся поселок Харти Свердловской области в этом поселке находится один единственный в стране завод который производит косы вот этот орден орден трудового красного знамени где-то его получил за модернизацию завода он стал директором то есть он полностью провел перевооружение на предприятии чтобы вывести его на новый уровень по производству вот я считаю что это тоже любовь к родине когда дед уже вышел на пенсию ему местные предприниматели толку не ходили советовались как вести дела что это дали подобное не знал чтобы вы измели советы дед или нет я знаю одно в 2007 году когда дед скончался на его похороны пришло по поселкам а в поселке проживает 12 тысяч человек 6 тысяч человек по скромным прикидкам ну этого человека он не знает из телевизора это наследчик который погиб сирии зовут его роман филипп майор его сбили он остался жив отстреливался на нем пистолет и гранат а тут боевики подбежали к нему крикнул это он спасал и подорвался двоих уточил с собой я не знаю но все немножко сумбурно рассказал я просто ребят